МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сыграет Динамо и подмосковный Атлант. Это вторая игра сегодняшнего дня. Первый день этого турнира. Первый матч, который стоялся днем между ЦСКА и подмосковным Витязем, завершился победой Витязя по мулитам со счетом 3-2. Но вот сейчас мы узнаем, кто окажется сильнее во втором поединке. Московская Динамо или в Атлант Московской области. Комментирую для вас Борис Майоров и Сергей Храбов. Здравствуйте, уважаемые телезрители. С минуты на минуту матча, о котором уже сказал Сергей, начнется. И хотелось бы у вас познакомить немножко с событиями вокруг команд. То, что было в течение межсезонья. Ну, а вы видите на экранах, как команды приезжают на эту встречу. Динамовский автобус, как вы видите, подъехал к самым дверям служебного подъезда. И не спеша там команда. Это Олег Куприянов, спортивный директор Динамовского клуба. Он же уже около ледовой площадки. Разминку команда, как вы видите, проводит. Жаль, дефугается, Николай. И так ему мяч скинули. Команды проводили. Если команды днем проводили раз на улице, то вот здесь, вы видите, команды предпочли заниматься под крышей. Я очень понимаю, почему. Все-таки погода хорошая, солнечная. Все было достаточно хорошо. Ну, наверное, потому, что могут мешать болельщики, которые уже подходят к стадиону. И которым, конечно, любопытно посмотреть, как их любимцы разминаются, готовятся к матчам. Поэтому, наверное, динамовцы предпочли скрыться под крышей. Владислав Третьяк на ваших экранах. Ну, здесь состоялось небольшое открытие этого турнира. Выступил Владислав Третьяк. Представили кубок, который будет вручен. Седьмой раз проходит этот турнир. Владислав Третьяк, у вас, по-моему, даже есть в списке победителей, какие команды чаще выигрывали. Я могу напомнить о том, что динамовцы дважды становились обладателями кубка в 2008 году. Это был первый розыгрыш, первый турнир. И в 2012, два года тому назад, армейцы трижды выигрывали кубок, один раз «Спартак». А вот динамовцы в прошлом сезоне, осенью 2013 года, были последними. Это не помешало им дойти до финала. Уже непосредственно в сезоне. Что касается сегодняшних команд, то динамовцы, если брать четыре команды, которые принимают участие в этом турнире, наверное, самая стабильная команда. Наименьшие изменения она претерпела. Хотя, конечно, тоже можно говорить о достаточно серьезных потерях. Но я имею в виду, прежде всего, конечно, в Лео Комарова. Да, отъезд в Торонто, да? Да, уехал он в Торонто снова. Все-таки заметная личность. В остальном, наверное, таких серьезных потерь у команды, наверное, в общем-то нет. Ну, можно говорить, там у Байкова нет. Да, Граник ушел, Рязанцев, Квапелов. Ну, все-таки Шефигуллин, но все-таки, наверное, Комаров самая существенная потеря. А что касается Атланта, то вот здесь команда почти как ЦСКА поменялась. 15 человек ушли, 14 пришли. Ну, вот, наверное, еще тоже одно изменение, которому стоит сказать. Главный тренер Харис Виталинч, хотя, наверное, рука Олега Знарка будет все равно чувствоваться. Олег Знарок обещал, в общем-то, поддерживать свою команду. Алексей Кудашов, главный тренер подмосковного Атланта, остался на своем посту. Что будет с Атлантом, наверное, сложно сказать. Все-таки было очень проблемное лето у них. Абсолютно проблемное, да? И были проблемы, связанные с самим существованием команды. Слава Богу, они решились. И, в общем-то, все обошлось. Состав очень сильно поменялся. Ну, и посмотрим, как команда будет играть. Также стоит, наверное, что касается «Динамо», то здесь, как я уже говорил, все стабильно. И, наверное, мне очень интересно, как здесь заиграет Николай Жернов. Как он себя проявил. Это действительно любопытно. Ну, что касается «Атланта», то, безусловно, на серьезных изменениях состава сказалось шаткое финансовое положение коллектива в межсезонье. И именно поэтому, наверное, многие решили покинуть команду. Ну, а те, кто остался, с моей точки зрения, по большому счету, не являются, наверное, не являлись в прошлом сезоне основой этого коллектива. Ну, вот сейчас в обновленном составе «Атлант» предстал перед нами. Надо сказать, что команда укомплектовалась. Есть несколько интересных фигур в ее составе. Ну, будем надеяться на то, что все эти изменения не ухудшат результаты, которые в последние годы показывал «Атланта». Мы помним, что он даже доходил до финала Кубка Гагарина. Вратарий представим. Вратарий. Еремин отвечает ворота «Динамо». В воротах «Атланта» играет «Энгрин». «Атлант», как и «ЦСК», поменял полностью эту линию. Поменялись вратари. Оба вратаря пришли. Два нового пришли. Дмитрий Шикин и «Энгрин» будут играть в «Атланте». Ну, а в «Динамо» здесь все в порядке. Еременко и Шевриченко. Оба играли. Если еще, наверное, стоит отметить приобретение отнов. У «Атланта» тринадцатый номер. Вячеслав Козлов, который пришел из «Спартака». Опытнейший нападающий. Неувядающий. Я скажу, что в «Спартаке» он был одним из лучших в прошедшем сезоне. И даже удивительно, что в такие годы человек играет, ну, в принципе, для себя. Он показывает себя в хоккее. Не забывает о том, что за ним наблюдает публика, которая приходит на стадион, играет и для нее. И вот, по моим сведениям, его вообще финансовая сторона, его выступление не интересует. Ему самое главное – играть. Вы посмотрите, прошел человек предсезонную подготовку. В основном в составе клуба. У Вячеслава Козлова, тринадцатый номер. И это один из долгожителей в нашем хоккее. Тем временем удаление было в составе «Динамо». Динамо удален «Пестушка» и «Атлант» играет в большинстве. На площадке «Атланта» пытается реализовать большинство, пока безуспешно. Второе звено. Янгвист Козлов и Радулов. Радулов и Гориба, брат Александра. Сейчас удалось войти в зону. Вот Козлов как раз был с шайбой. Сыграл он на немеца. Еще один новичок. Вот у него снова шайбово-защитника. На Козлова. Пятьдесят седьмой номер. Еще пятый игрок в «Атланте» – это защитник рукавишников. Козлов. Мемец бросок, подставленная клюшка, шайба летит в сторону, но в сторону не только… Попадает в кого-то из игроков на пятачке и отлетает в угол. Бросок, не доходит шайбы до ворот. Радулов. Держит шайбу очень хорошо хоккеиста «Атланта». Да и два броска было, в общем, это опасно. Еще один опасный розыгрыш, и Еременко ловит шайбу. Смена составов у той и другой команды. Что у нас у «Атланта»? У «Атланта»? Яшин Воронин-Левицкий. Воронин – это «Спартаковский» игрок. Артем Воронин у него 17-й номер. Яшин – 91-й. Игры Левицкие. В 80-й защитники. Третий – Тюляпкин. И 85-й – Дорофеев. Номинально – это четвертое звено «Атланта». Именно оно вышло на тот издатеза времени, чтобы доиграть последние 14 секунд без шеста. Столько времени осталось пребывать на остальнике оштрафованных Пестушка. Вот он уже вышел. Но это такое стратегическое решение тренера. Он видит, что немного осталось времени до выхода пятого игрока у соперника. Шансов забросить практически нет. Поэтому он выпускает звено, которое должно было оказаться на площадке. В данном случае четвертое, а не то, которое предполагалось на розыгрыш честного большинства. Тем временем у «Динамовцы» на льду оказалось первое звено против четвертого звена «Атланта». Ударение теперь уже «Атланта». А первое звено «Динамовцы» выглядит следующим образом. Горовиков в центре. Масалев и Кокарев по краям. Горовиков. Ну, точная передача. Вам, может быть, и точная. Специально отдал шайбу, чтобы уже играть полноценно 5 на 4. 85-й номер отправляется на скамейку оштрафованных. Артем Доропеев за задержку. Кокарев заработал это удаление. Придется поменяться. Цветков должен наступить на место. На точке бросования «Дауговинч». Один из новичков «Динамо» становится на точку бросования. Сергей, если зрители, по-моему, даже меньше, чем на первом матче. Исключение составляет вот группа «Динамовских» болельщиков за воротами «Атланта», которая так энергично стала поддерживать свою команду. Ну, это в группе поддержки «Динамо». Это их традиционное место. Расставились «Динамовцы». Разыгрываю шайбу. Карсумс. Очень спокойно и уверенно. Абсолютно спокойно. Действительно не торопятся выбрасывать шайбу. Появляется у них на площадке третий звенок. Шмелев, Кадейкин, Сошников. Но он и начинает атаку «Динамо». Тестушка держал шайбу. Жердев. Не совсем привычный для себя номером играет в 83-м. Как все время играл под 13-м. Нет, в последнее время он под 83-м играет и в «Спартаке», в том числе в 83-м. Начинал под 13-м. Тут как-то больше привычно видеть его под этими цифрами. Жердев. Останов. Остал шайбу Жердев. Получил обратную передачу. 26 секунд играет большинство «Динамоцы». В зоне они встали. Но бросков-то не было у «Динамо». В отличие... Ох, великолепная передача Жердева. Просто великолепная. На Будкина, да. На Будкина. 1-0. Ах, какая конфетка передача. Ну, это он может, это он умеет. Он мастер. С большой буквы этот Жердев. У него другие проблемы. На седьмой минуте случилось. Это реализовано большинство. Первое же большинство. И первая заброшенная шайба. Жердев дождался накатывающегося Будкина. И передача Метта Рубина. Без права хорошим броском. Ах, пасание переправил шайбу в сетку. Давайте познакомимся поближе. Я уже назвал вам первое звено «Динамоцев». Масалев, Коровиков, Кокорев. Второе звено «Цветков». Даугович, Карсумс. Третье. Пестушка. Пестунов, Жердев. И четвертое. Бабенко. Дугин, Глазачев. Пара защитников. Вишневский-Корягин, Соловьев-Ялосвара, Робинсон-Новак, Гуткин-Берлюк и Сопен-Синицын. Пять человек, все новых в составе у московского «Динамо». Ну, наверное, так и должно быть, потому что в последние годы состав у белых-голубых очень стабилен. Наверное, стабильность состава – это одно из достоинств московского «Динамо», которое выигрывало Кубу Гагарина два года подряд. Я имею в виду 2012 год и 2013. Очередное удаление. У нас мы судьи назвали, Сережа, или нет? Нет, еще не назвали. Главные судьи сегодня у нас Алексей Анисимов и Владимир Букин. И два линейных. Дмитрий Романов и Торники Кучава. Удален Константин Блазачев за подножку. В момент урожения вы видели Харрис Витта, Харрис Витталинча на ваших экранах. Дает установку игры. Опять большинство выходит Козлов и Энквист Радулов с защитниками, Рукавишниковым и Немецем. Интересно было еще посмотреть при розыгрыше большинстве Мэтта Гилройа. Новичка делал седьмой номер Атланта. Атланта, он достаточно много поиграл в национальной хоккейной лиге и выступал за сборную США. И выступал очень успешно на чемпионате мира. В Кельне, по-моему. В Кельне, да, где он стал самым результативным защитником. Так что, по идее, его можно стать... Выход один на один. Харр Сумс. 2-0. Как ошиблись хоккеисты Атланта. На выходе из своей зоны. И Кельне, по-моему. И Карр Сумс убежал один в ноль. И... 1 на 1 с фортарем. И, в общем-то, не то, чтобы без труда. Все-таки голкипер Шайбу сумел задеть. Но удержать не получилось. Эн Квист потерял Шайбу в средней зоне. Ты смотри. Динамовцы как резво стартовали. 8 минут уже 2-0. Ну, Динамовцы вообще неплохо выглядят на председанных турнирах. Сыграли они уже в Нижнем Новгороде. Да, достаточно много матчей. У них... 5 побед. У них 7 игр сыграно всего. 5 побед. Победа, 2 поражения. 4 победа, 2 поражения. 1 победа по пулитам. 13 очков набрано. 8-й показатель в лиге по товарищским матчам. Что касается Атланта, то у этой команды вот эта статистика выглядит следующим образом. Тоже 7 игр. 4 победы. 1 победа из этих 4-х в дополнительное время. И 3 поражения. В непонятном, кому делал передачу. 96-й номер себе. Сергей Шмелев. Сергей Шмелев. 96-й. Команда «Динамо» в полном составе. В полном составе. А сейчас опасная была ситуация. Хорошо игрок Атланта подставлял клюшку. Но Еременко там оказался. Ну, поймал просто шайбу. На высоте. Бросок был не сильным. Я думаю, особо туда не составил. Вот, наверное, самый опасный момент. Вот это подставление очень опасное было. Воронин на точке бросания. Чемпион мира среди молодежи. Просили его с точкой уйти. Левицкий стал. Это хорошо. Великолепно, да? И без нарушения. Насалев. Удачно, очень хорошо технично принял шайбу. И технично обыграл. Но бросить не дали. Вот на добивании получится сыграть у Асланта? Нет, не получилось. Я очень уверенно сыграл Еременко. Не смог. Зафинубросов был сильный. Не смог он зафиксировать шайбу. А от добивания Левицкий не сумел сыграть. Воронин. На малыш шайбу. И он грэн. После броска Масалева. И сейчас он. И он будет буро. Ни крест в игру убрасывает для своей команды. Рукавишников. Сейчас он был первым. Безадресная передача, выброс даже шайбы из зоны Козлов-Народулова. Не увидел Козлов, что нельзя делать передачу. Он был динамовец. Выбросил Даугавин шайбу за пределы площадки. Но удаления не будет, потому что она, казалось, вышла за пределы через скамейку запасных Атланта. Таратухин. Гелрой. Гелрой у нас седьмой номер. Новак торопится к шайбе. Мне представляется, что эта игра несколько, чуть-чуть побыстрее, чем предыдущая, в которой ЦСКА встречался с Витязем. Вот как раз получил хорошо. Защитник подключился и с разворота сыграл и бросил тот самый Гелрой, о котором я говорил. Артем Чернов поиграл в Динамо в свое время. А сейчас, видите, оказался в Атланте. Но он и в Атланте был раньше. Но сейчас вернулся просто в свою команду. Командир лег. Начал атаку Динамо Рудкин. На контратакам Атланта. Хорошая передача и... И бросок там, в общем-то, получился, да, у 37-го номера. При входе в зону хорошо было сыграно. Необходимая пауза, и потом был выбран игрок, который находился в более выгодном положении. Там было два игрока свободных, и вот тот, кто делал передачу, и выбрал как раз того, кто в более удобном положении находился. Ленинский там борется, помогает ему Флодорофеев. Шайба оказывается у Динамо Центр, Солёв. Пять шагу по борту в зону. Ленинский. Воронин. Ленинский. На Дорофеева. И теперь смещается в центр, и не теряет шайбу. Ух ты как. Толчок спины, удаление сейчас последует у динамовцев. Очень опасная ситуация, когда игрок находится вот в таком расстоянии от борта, да и толчок спины на борт прям может получить серьезную травму. Масалёв отправился отдыхать на пару минут. Третье удаление в Динамо. Номер пятьдесят четвертый команда Динамо. Лен Пист с партнерами снова на площадке. Судьба не понравилась. Время матча берется по контрольному секундомеру. Проблема с секундомером. Время матча берется по контрольному секунду. Для продолжения атаки очень сложно. Пять на четыре идет игра. И здесь надо сыграть на свободного игрока. Ничего не надо выдумывать. Просто на свободного игрока. Продолов. Вошел в зону. Успеет закрыть рукавишнику шагу в зону. Успел и бросил не очень сильно в сторону ворот. Там только Динамоцин немец. Ратухин. Вошел на Чернова прямо в коньки. Точная передача неудобная. Но Чернов справился. Оставил шайбу у себя. С технической точки зрения я вот смотрю на эти два коллектива. Они, пожалуй, выше, чем ЦСКА и Витязь. Гилрой. Нет здесь никого. Никто ему не помогал. Чернов. Делает паузу. Ну и теперь вот надо расставиться. Спокойно попытаться разыграть. Какой рикошет. Кадзенькин поставлял клюшку. Вапашин. 5 секунд осталось. Динамоцам играть в личносте. Команда Динамо играет в полном составе. В полном составе уже динамоцин. И начинают атаку. Кровяков. Молодец. Энгрен. Кадзенькин. С пятачкой отправил шайбу к борту. Солёв. Прям на него была передача. Дауга Винч. Взял передачу на Карсумса. Солёв. Солёв. Он долго очень обрабатывал шайбу. Кто это? Максим Соловьёв. очень плотно играет динамсу в атланте практически нет вариантов для продолжения атаки никому отдать шайбу но потом очень простые передачи при выходе из зоны крайне нападающий но в себя предлагают все они у оба и левые правые прилипли к борту и даже не пытаются от него оторваться чтобы показать что я буду принимать хотел бы принимать шайбу не около борта на пространстве этого нет ни у левого крайнего не у правого на стружка жертве стружка стоял оставил шайбу себя жерди потерял шайбу при попытке обыграть соперника козлов таратухин это проброс на проброс по делу передачи он из-за красной линии и шайба прошла разрез не ворот 2 с половиной минуты до окончания первого периода 2 0 динамо впереди довольно быстрая игра да да пожалуй побыстрее чем предыдущие по результативнее и по результативнее да гиллрой духе гиллрой заигрался заигрался отобрали него шайбу чуть был не отобрали шайб все-таки сумел чернов они поняли они друг друга за своим партнером я помог атланту сохранить шайбу опасно бросок ворота нет мимо радость бросал а вот сейчас не убежит это что-то сейчас сможет сделать в одиночестве глазачев смена не спеша те и другие меня есть точнее так не очень коротко сатлан нас тут уже все на площадке и выстроились хороший передачник хорошо сыграл горовиков перехватил ее правильшая буква криво бенка дейки сошников не точная передача на защитника ливицкий заваление завалили его до очередное удаление составе динамо снова будет играть команды в меньшинстве отправляется на две минуты масалёв ну что минута есть в распоряжении атланта для того чтобы попытаться и реализовать это стандартное положение динамо я лас варан празднущая битвы 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 делать передачу на дальний штамп и там выкатился козлов но не прошла шайба туда динамовцы сменились атлант остался в том составе ну вот решаем эту клюшку выскочила из рук 5 секунд все заканчивается со счетом 20 в пользу московского динамо мы как обычно будем работать по схеме будет нас интервью сначала с игроком после внешний матч потом интервью который нам дали тренеры команд перед этой игрой а потом посмотрим самаре а первым перерыве у нас будет будет интервью с тренером московского динамо права хозяина но что касается игроков то тоже кто-то из динамовцев да наш корреспондент даниил косинец сумел договориться с кем-то из игроков динамо и давайте послушаем что он скажет мой николай жердев рядом со мной спасибо большое динамо вышла смело соперника первые 10 минут забила две шайбы это вот результат настроя на игру или так было запланировано настрой конечно и плюс домашний турнир надо выигрывать и все стараемся и тем более после сборов неудачно сыграли в нижнем новгороде все хотим доказать своим болельщикам по поводу вашей игры не могу спросить с вашей передачи было забит первый гол взаимопонимание с командой с тренерским штабом что штабом уже налажено вы знаете сейчас предсезонка идет и сейчас составы меняются в принципе это хоккей как бы не столько много времени надо что понять друг другу спасибо большое не будем задерживать николай жердев спасибо даниил спасибо николай давайте посмотрим основные моменты первого периода две заброшенные шайбы вот великолепная передача смотрите как получился буткин прямо в плюшку передачи жердева вложил почти руками на отдадим должность жердеву это на 60 процентов его гол передачи конфетка буткин 1-0 реализовано большинство потом большинстве играет атлант и потеря шайбы на синей линии и карсумс забрасывает вторую шайбу казалось бы уже справился да ну хорошо бросал под руку до под ловушку заползла все-таки шайба в воротах у атланта были момент это наверное самый опасный момент поставленная клюшку в одно касание и фейермен как справляется с ним ну и давайте послушаем теперь в интервью которое было записано перед сегодняшней игрой в дании данил посинец поговорил с тренером московского динамо владимиром федосовом тренер хоккейного клуба динамо владимир федосов спасибо что согласились с нами побеседовать первый вопрос задаю всем одинаковые как прошло межсезонье довольна ли у комплектовкой команды межсезонье прошло я думаю успешно планы которые мы запланировали выполнены ну и осталось вот сейчас неделя до чемпионата где-то доработаем большинство меньшинство какие-то тактические моменты а так в общем в целом картинка довольны команды динамо усилялось точечно не так как допустим атлант или цска планируется ли какие-то усиления еще в динамо нет у нас состав полностью укомплектован у нас трое ушли трое пришли то есть мы точно усилились на место иностранцы пригласили иностранцы ну и так далее там нападающий ушел нападающий пришел по поводу турнира кубок мэра какие задачи важно ли выиграть обязательно этот турнир перед началом сезона но желательно было выиграть чтобы войти в сезон с хорошим настроением но такой задачи не ставится чтобы вот из вон из кожи лезть и победить просто наиграть связи какие-то 5 на 4 посмотреть неравных составов то есть тактические задумки судьи появляются на площадке в малой спортивной арене 2-0 динамо выигрывает у атланта во втором матче сегодняшнего дня кубка мэра розыгрыш кубка мэра москвы по хоккея как были заброшенные шайбы мы сейчас увидим великолепная передача жердева на будкина вот будкин 25 номер накатывается на штангу передача через всю площадку и еще становится 1-0 после этого это было шайба большинства в исполнении динамо дальше видите ошибается на выходе из своей зоны одиннадцатый номер андреас энгвиз центр второго звена и карсум карсум убегает один в ноль и пробивает голкипера атланта в энгрена ну и никто не подстраховал центр форварда это удивительно защитники разъехались один налево второй направо такого не должно быть обязательно один на страховке на случай если шайба будет потеряна должен оставаться сзади это закон хоккея страховка должна быть обязательно команда уже на площадке но раньше чем через 30 секунд игра не начнется еще остается время дитис масалёв еще минуту будет сидеть на скамейке оштрафованных то есть минута в распоряжении атланта есть но судя по тому как атлант играл большинстве в первом периоде это небольшое подспорье для команды хотя кто знает может быть в перерыве алексей кудашов поговорил с командой настроил ее сейчас мы это увидим и так выбрасывание 5 на 4 атлант имеет численное преимущество и выигрывает выбрасывание так что есть возможность войти в зону что и пытается команда сделать но делал так не удачно не очень хорошая передача на чернова чернов подставляет клюшку и шайба выходит за пределы площадке выбрасывание в средней зоне 52 секунды горовяков на выбрасывание у динамо чернов вставляющая бы на защитника старатухи чернов гиллорой просок успевает еременко сесть на колени и но с довольного острого угла угла гиллорой бросал в расчете на неожиданность на то что будет ротарь перемещаться может быть что-нибудь и получится сменились нападающие но осталось пара защитников и новопашин и гиллорой козлов ну что придумай пытался сделать передачу она оказалась не точно это масалёв в одиночку атакуют ворота лента ну там оба игрока атланта цепляли масалёва в результате один из них нарушил правила правил сам отдыхать если так посмотреть сергей состав атланта там тоже достаточно много опытных игроков и новопашин гиллорой кольцов таратухин чернов рукавичников немец энквист радулов козлов кадейкин тюляпкин дорофеев яшин воронин я думаю что весь вопрос только в том каким образом вот эти все игроки смогут ужиться друг с другом насколько они будут друг другом понимать насколько будет правильно выстроена тактика и стратегия клуба для того чтобы добиваться результата но вак вращаем на жерди уже ли это пистанова но вак ищет партнеров жерди оставляю шайбу но вак но жерди станов но вак находит сетки шайбы даже не различен ошибается делал передачу на партнера получилось прямо в клюшку игроков атланта жерди стучка соловьев там крадется пытался отправиться на пятачок на передумал вот сейчас занимает позицию на синей линии вот он получает шайбу а броска не получается ломается клюшку у максима соловьева соловьев остается или сейчас пойдет на спину кейт накатится на спину соловьев да уго венч карсумс соловьев что-то и клюшку ломается взял другую и шайба перескочила через крюк и алас варом цветков защитник впереди нападающие сзади остался я я лос варом в лиге остался в динамо но что придумывает цветков воронин как слет остановил шайбу чернов бросает ложится под шайбу дерлюк хорошая передача великолепная цветков нет не удалось его обработать как следует шайбом передача была очень хорошего неплохая передача была да и вовсю там борется даугавич еще одно удаление зарабатывает опять новопашин только вышел нет это четвертый номер ну да новопашин да совершенно верно да вообще атлант никогда не считался грубой команды или команды которые имеют много времени штрафного но сейчас мы не можем говорить о о в атланте как о команде с какими-то традициям потому что после что это новая команда 14 новых хоккеистов эти традиции вот теперь они должны создавать теперь они должны думать о том что что будет после них что они наставят оставят своим наследникам не торопится динамо кстати о традициях после первого матча витязь провел такую не то чтобы презентацию просто собрал журналистов в пресс-центре и руководители ведущих игроков команды пригласил Влад Финогенова и новичка кемпе и они отвечали на вопросы по поводу того что какие задачи ставят команды перед собой что как прошло межсезонье какие изменения и так далее и так далее и так далее кстати кемпе сказал что да в другой кемпе который драфтовался в этом году и в общем достаточно высоко пошел в первом раунде и ушел в Лос-Анджелесе это его брат так что и он хотел играть в КХЛ но и Витязь был единственным вариантом так вот единственная команда в которую его пригласили удаление в составе Динамо так что команды будут играть четыре на четыре в течение одной минуты и семи секунд а потом преимущество будет у Атланта подскажет коробов играет против Вишневского Вишневский сумел с шайбой оставить свою команду снова шайбу у него Падет Вишневский вот не мог по-настоящему закрепиться в основном в составе Спартака Больше того, к нему было много претензий И они в основном казались того, что он часто проигрывает единоборство Что вроде не силового плана игрок В Динамо он практически все время в основном в составе И Динамо является командой гораздо более агрессивной, чем был Спартак Он динамовцам подходит, в том числе по умению вести единоборство и не проигрывать их А по этому компоненту Спартаку он не подходил Ну просто удивительная история В полном составе Атлант Попытается что-нибудь предпринять или нет Время есть 45 секунд еще, да Ну как-то тоже не торопится Атлант Сейчас передача на Радулова, Радулов на Энквиста В борьбу получилось Рукавишников Надо поторопиться Радулов Надо протаскивать шайбу, все правильно сделал Радулов Радулов Ну, Козлов Что придумает Вячеслав? Радулов Бросок Прямо во вратаря попадает шайбу и с неудобной руки Еще один бросок Перехвачена шайба и не получается Шайба прыгает, а так мог бы убежать Сейчас 24-й новый итог, что вышел со скамейки оштрафован Егор Дугин Передача могла последовать А Лышаева прыгала, не смог ее остановить По-моему, это Робинсон был Народ так подошел Немножко побольше стало Зрителей На трибунах Но будем надеяться На то, что заключительные два тура Два игровых дня Суббота-воскресенье Привлекут гораздо больше Зрителей Правда, нам помешает наверняка Футбол Многие захотят посмотреть Матчи в субботу и воскресенье Очередного тура Чемпионата страны Будкин не точно сыграл Небрежно Небрежно сыграл Будкин Таратухин тоже не самая лучшая передача сделал Чернов борется в углу площадки И опять шайба вождает Уже третий шайб оказывается Где-то в этом секторе Сейчас столько В командах Обслуживающего персонала Но в соответствии с правилами Они все не могут находиться На скамейке запасных Так вот Часть из них находится У динамовцев Слева от скамейки А у Атланта Справа Там человек по 5-6 Это кроме тех Раз, два, три, четыре, пять Шестерых Семерых Что у Атланта Находится Непосредственно на скамейке Аслан пытается организовать атаку Бросок Шайб проходит мимо ворот Дебленко Кадейкин Поставленная клюшка Солёв Кокарев 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 Молодец Вратарь Прострельную передачу Я тут перехватил И отправил шайбу К боковому борту Кориаген Коробов Там поборолся Вот сейчас Снова у него шайба Кокарев Светков Затянулась Позиционная атака У динамовцев Не как Подмосковные хоккеисты Шайбу отобрать у них не могут Вот очередной бросок На коленях Энгарин Шайба пролетает Мимо ворот Он прижимает шайбу Абсолютно правильно делает Потому что конечно сейчас Игра абсолютно не получалась У Атланта Динамовцы Соперника Навозили в их Зоне У них все время В движении были И по-моему Просто не успевали Не понимали Игроки Атланта Что им делать Кого держать Вбрасывание снова В зоне Атланта Но составы поменялись Здесь я вижу Уже появились Другие игроки Звено Пестунова Пестушко и Жердеву Хорошая передача Да и Жердев не принимает шайбу А так один на один Убежал бы Хорошо разыграли И Пестунов увидел Жердева Делал хорошую передачу От доворот Часто шайба не долетает У динамовцев Потому что Очень удачно Защищаются Хоккеисты Атланта Многие из них Ловят шайбу на себя И в результате Не могу сказать Что у Энгрена Вратаря Атланта Много работы В первом матче ЦСК Витязь Как раз У вратарей Было Достаточно Работы Буткин Против Чернова На помощь Таратухин Пришел Чернов Ну конечно Конечно Удаление Затерзал Буткина Чернов То есть Это было не так опасно Как исполняли Эти динамовцы Кадейким Духой на реализации Большинства Сошников Ну и соответственно Шмелев В обороне Выходит Коробов И Дебленко Дикен Коробов Выпускает Шайбу В среднюю зону Сошников Сам вошел Сам идет И бросает Из-под защитника Довольно опасный бросок С хорошей дистанцией Девушки отдыха Девушки отдыхают Сошников Выступает совместно Кадейкину. Шмелев, Кадейкин, Сошников в атаке у Атланта. Защитники Коробов и Дебленко. Шайба опять выброшена не точная передача на синей линии. К этому приводит Сошников. Побыстрее надо входить в зону. Лишняя передача, мне кажется, борьбу получилась. Она Масалев. Перефлатил ее. Первое звено. Есть. Вошел. Достаточно быстро доставил немец. Радулов. Козлова снова Радулов. Будет бросать. Будет искать варианты. Гол. Все-таки передалаза. Снемец. 2-1. Реализовано большинство. Далеко не с первой попытки, но все-таки получилось наконец реализовать эту. На сквозь пробивается воротарь динамовцев. Не смог он удержать шайбу и она заползла около шланги в ворота. 2-1. Ну что, обостряется игра. Немец вообще был один из самых результативных защитников в КХЛ. В прошлом сезоне. Да, в 30-х ходил в 30-ку. Но в основном он вот таким разыгрывающим был. Ты забил и 16 отдал. Кстати, еще надо отметить, что у Атланты не играет сегодня в ранах. Он был результативный, очень нападающий. Да, у него, конечно, был очень результативный сезон в Амуре. В Амуре, да. Там он, Сергей, имел массу игрового времени, поскольку был ведущим игроком. Петрушалик в ранах. Помнишь, была такая пара у Амура. Они, собственно, делали результаты. Проводили на площадке чуть ли не по 25-27 минут игрового времени. Ух ты, прямо, по-моему, в шлем попадает шайба Еременко. Судья останавливает игру. Нет, все в порядке. Да. Еременко продолжает игру. Обрасывание. Шайба у динамовцев. Снова передача на Жернева. Ну, контратака получится ли? Нет, нет, уже численно большинство в обороне у Динамо. Побыстрее надо было действовать. Воронин. Подмосковным хоккеистом. Ну, у Воронин вообще проблема с принятием решения на площадке. Долго обдумывает, как быть, что делать, как сыграть. Я уж не говорю о результативности. Результативность просто слабая. Жернева, посмотрите, как отобрал шайбу. Сыграл жестко на синей линии, применил силовой прием. Эта шайба оказалась у динамовцев, и они сейчас атакуют. Небольшое территориальное преимущество на стороне Атланта. Ну, наверное, это в том числе из-за того, что динамовцы дважды, чуть ли не подряд, играли в численном меньшинстве. Контратака. И еще очередное удаление. У Динамо. Очередное удаление. Сошников. Не получилось у него. А не с кем было сыграть особенно, потому что вот здесь у ближнего от нас два аборта, там, где Сошников был Шебе, застряли еще два его партнера. И на дальнем фланге были два других. Но с ними практически сыграть было невозможно, потому что они были закрыты соперниками. Буткин второй раз подряд отправляется на хулиган. А, почти. Момент, хорошую позицию для броска предпочитает сделать передачу партнера. Борис Анатольевич, как вы думаете, как изменится Динамо с уходом с Нарка и, в общем-то, с переходом Витальнича, не приходом, точнее, с переходом Витальнича на должность главного тренера? Ну, я не думаю, что произойдет что-то такое серьезное по одной простой причине. Во-первых, Знарок остался консультантом там. Значит, он будет постоянно присутствовать где-то. Ну, тренировок, на играх, там, наверное, будет приходить в команду. Потом учтите, что вся бригада руководства во главе с Андреем Сафроновым, она осталась на месте. Сафронов, генеральный спортивный директор Куприянов там и так далее. Поэтому структура клуба, она, в принципе, не изменилась. И я не думаю, что что-то серьезное в игре у Динамо сломается. Ах, как неуклюже сейчас сыграл вот этот вот малый мальчик. Радулов. Радулов, да, как неуклюже. Удаление. Да, удаление, да. И, по-моему, снова у Динамо все отходит на лед и в рог. Нет, у Динамо, да, Соловьев отправляется туда. Да, заедешь. Поехал не спеша, потихоньку. В общем, вот этот момент, видите, он добирал без клюшки и пытался остановить Радулова. В общем-то, остановил. И даже не то, что остановил, а еще его уронил. И у Атланта есть 1 минута и 3 секунды в распоряжении, чтобы поиграть по пятерому против троих. И сравнивать счет. Посмотрим, что получится у Атланта. Я говорю, Динамо сбавили оборота. И как раз вот эти удаления подтверждают эту мысль. Лайнсман не может бросить шайбу. Козлов становится на точку. Придется входить в зону. Торопится к шайбе. Очень быстро торопится защитник. Немец. 63 номер. При неточной передаче шайбу у Динамо. Козлов тут. Ну, кто-то из динамовцев получил травму. Вот там он лежит около ворот. Целобьет. Это плохо для Атланта. А, вот там столкнулись они с Энквистом. Совершенно случайное столкновение вы видите. В крае не попало в центр кадра эта ситуация. Но, тем не менее, столкновение было. Вы видели. И там небольшое такое... Не знаю, травму, наверное, это не назовешь. Козлов упустил шайбу. Ах, какая досада. Опять надо... Ну, вот уходит время против троих-то. Если поиграют, то секунд 10 всего. 20 секунд осталось втроем играть динамовцам. Продулов. На этот раз вошли. Тормознуть надо, конечно. Гиллрой. Нехорошая передача. На обработку ушло время. Козлов. Немец. Бросок в одно касание. И справляется с ним. И выход один... Ах, судья! Ты мой судья! Это же надо помог Атланту. Шайба попадает в линейного судью. И остается там на месте. В результате подмосковные хоккеисты завладели ею. Кольцов на Таратухина. Неточная передача. Бездарно распорядились хоккеисты Атланта. Возможность сыграть в пятером против троих просто бездарно. Доровиков. Удаление. Удаление. Очередное. На этот раз Масалев отправится отдыхать. Против Чернова. Чернов тоже удаляется? Похоже. За симуляцию Чернова. Ну, я не знаю, может быть, мы увидим на повторе, если такой будет. Внимание за симуляцию. Да, за симуляцию. Заказан Артем Чернов. Номер 27-й, команда Атланта. Так что в две минуты будут играть в большинстве динамовцы. Через секунду выйдет на лед пятый игрок у них. И одна минута 59 секунд будет распространено. Полная. Команда Динамо играет в полном составе. По второму периоду сложно составить какое-то цельное впечатление об игре и той, и другой команды по одной простой причине. Слишком много удалений. Шайба коснулась сетки. Поэтому игра остановлена. Сзади показывает, что шайба коснулась сначала в пушки игрока Атланта. Поэтому Браслин должно быть в зоне подмосковной команды. Судистов соглашаются. Бестунов. Браслин проиграл. И в меньшинстве Атланта пытается сыграть. Но, но агрессивный слишком Сошников и потерял шайбу и все равно пытается ударить соперника. Жадность на Песточка. Песточка бросает выше. Песточка бросает выше. Песточка бросает. Песточка бросает. Привыкли видеть Песточка. Песточка, играющая под 24 номером. А здесь у него почему-то 77. новак робинсон новак Снова Новак. Неудачно его передача привела к тому, что надо будет заново начинать Цветков. Рогасан. Ну, тоже невыразительно, тоже. Пять секунд у Динамо на реализацию. Конечно, ничего не получится уже. Сейчас Чернов появится на площадке. Да, Угавинч. Хорошая комбинация. Не считает, судья. Не считает. Ну, Динамовцы тут как тут, конечно, будут оспаривать. Что, Шеба правильно. А оказалось в воротах. Судья показывает, что был игрок площади ворот. И он мешал вратарю. Но больше так и было, конечно. Увезли голкипера в сторону. Давайте, смотрите еще раз. На игрок Динамовский сбил вратаря. Динамовский сбил ворот. Адулов. Динамовцы атакуют. Крест на Козлова. И удаление в составе Динамо будет. 24-й номер, которому уступил. Масалев. Нет, это не Масалев. 24-й, это Дугин как раз. Да. Истунов уступил свой номер молодому Дугину. За задержку соперника Глюшки. Малым штрафом наказан Егор Дугин. Номер 24-й. 35 секунд до окончания второго периода. Таратухин, Чернов. И вместе с ними на льду сейчас Кольцов. В полном составе это звено. Новопашин и Гилрой. Вышли на реализацию. Новопашин упускает шайбу в среднюю зону. Таратухин, Гилрой. Кстати, обратите внимание, в очередной раз Атлант попал на разбитое большинство. Что, наверное, не очень приятно. Не очень хорошо это, да. Когда разбивается штрафное время, он переходит в другой период. Гилрой бросает. Потому что осталось играть 2 секунды. Сейчас уже будет сирена. И 2-1 после двух периодов. Динамовцы проиграли второй период. Пока выигрывают матч. Пока выигрывают. Но по первому периоду было впечатление, что Динамовцы свое преимущество будут наращивать. Но не получилось у них. Не получилось. Мы ждем очередного интервью. Вот Харис Витальевич на ваших экранах. Дорогие друзья, спонсор Кубка Мэра Москвы по хоккею. Похоже, я сейчас смотрю за нашим корреспондентом. Отказались игроки Атланты говорить. Пытался он двух игроков поймать. Так что давайте послушаем, наверное, представителя, другого представителя этой команды, тренера. Если я неправильно понимаю, то интервью записано с Александром Савченко. Давайте его послушаем. Александр Савченков, тренер хоккейного клуба «Атлант». Александр, здравствуйте. Спасибо, что согласились побеседовать с нами. Вопрос всем командам. Первый. Я задаю один и тот же. Довольны ли межсезоньем комплектовкой команды? Ваш комментарий по этому поводу? Да, в принципе, мы довольны. То, что как команда укомплектовалась, какой сложился коллектив, как поработали на предсезонке, в принципе, всем довольны. Единственный, может быть, минус в этой ситуации, это пошли травмы небольшие. Есть там и полусерьезные, так скажем. Но они должны к началу сезона все восстановиться. Поэтому ничего страшного в этом нет. Это хоккей, в принципе, это предполагалось. Если к началу сезона ряд игроков восстановится, вот по поводу Кубка Мэра, главный тренер сказал, что даст шанс молодежи в связи с этими травмами. Это будет... Какое количество, какая пропорция этой молодежи будет в сегодняшнем матче? Ну, в принципе, у нас и так команда очень молодая по всему составу. И получат 2-3 игрока, в принципе, новых, которых стоит проверить. Остальных мы, в принципе, знаем, что они представляют из себя. И главный вопрос по Кубку Мэра. На что рассчитывают? Какие цели перед турниром ставит хоккейный клуб «Атлант»? Ну, «Атлант» подошел к этому турниру очень серьезно. Последняя проверка перед началом сезона. Поэтому цель одна – победить в этом Кубке. Мы прекрасно осознаем, что команды очень сильные. Но без боя не сдадимся и будем надеяться только на победу. Спасибо большое, Александр Сапченков. Итак, смотрим основные моменты первых двух периодов этого матча. Если кто-то не видел игру с самого начала, ну, посмотрите, великолепнейшая передача Жернева на Буткина. И еще становится 1-0 в пользу московского «Динамо». После этого ошибается «Атлант» при игре в большинстве на выходе из своей зоны. И «Карсунс» пробивает голкиперов «Атланта» от «Энгрена» 2-0. Таким счетом и завершается первый период. Но, пожалуй, один опасный момент смогли создать игроки «Атланта» у ворот Александра Еременко. А что касается второго периода, то в моменты этой части игры мы сейчас увидим новый бросок кнемется от синей линии. При игре в большинстве завершается взятием ворот. Шага проходит где-то там под щитками Александра Еременко. И 2-1. Был еще один хороший момент у команды. «Атланта» играл в пятером против троих в течение одной минуты, но воспользоваться этим не сумел. Прилетает счет 2-1 после двух периодов. И мы уходим на перерыв. Ждем третьего периода. Между «Динамо» и «Атлантом» немного успокоилась. Одну шайбу смогла подмосковная команда забросить. Усилия немеца при розыгрыше большинства. Еще раз посмотрите, как были заброшены шайбы. Ну, пока, бойцы, я хочу вас спросить, что вы ждете от третьего периода? Как-то изменится игра? Я думаю, что в третьем периоде тренеры должны подсказать, что надо сделать для того, чтобы динамовцам вернуться снова в игру, которую они показали в первом периоде. Ну, а что касается «Атланта», он все-таки во втором периоде был неплох. Он был лучше себя первого периода. Поэтому, наверное, речь идет о том, чтобы подопечные Кудашова вот этот настрой, стратегию и характер игры сохранили на последнюю 20 минутку. Но я бы отметил одну тенденцию, которая влияет на характер игры. Это большое количество удалений у тех и у других. Говорить о цельности, о каком-то рисунке игры практически невозможно, если часто команды остаются в меньшинстве. Как вам Жердев? Жердев неплох, неплох. Во всяком случае, он не делает каких-то поспешных шагов. Он мастер, во-первых. Он, безусловно, большой мастер. Его единственный недостаток, наверное, это его поведение в коллективе, его индивидуальное поведение вне коллектива, наверное, в быту. Ну, если он себя сумеет избавить от этих недостатков, то он будет абсолютно на месте. Это мастер с большой буквы. И я думаю, что вот эти недостатки мешают ему по-настоящему раскрыться. Ну, дай бог, все-таки Виталин Шизнарок не Макаренке, наверное. Но будем надеяться на то, что они проявят максимум педагогических способностей для того, чтобы образумить этого игрока. Как и второй период, третий начинается с розыгрыша большинства. В исполнении Атланта у команды 1 минута 24 секунды. Чуть побольше, чем было во втором периоде. На то, чтобы реализовать лишнего. Зашли в зону. Теперь надо задержаться там. Немец на Рукавичникова. Рукавичникова бросает. Хорошо поставленная крюшкой. Добить шайбу не получается. У Козлова не ожидалось, что такой рикошет будет. Не был готов. Да и как-то шайба от него отскочила сразу, полетела на пятачок. Он за ней не успел, но и партнеров там не было. Козлов. И Харцем вторая попытка. Молодец. Так, а почему? Вот этому все. Бурит или что сейчас будет? Я не знаю, что он. Да, бурит. А мне показалось, что чисто сыграл. Мне показалось, что чисто сыграл. Давайте смотреть. Нет. Но по ноге попал. Нет, по ноге попал все-таки. Я-то думал, что по клюшке и выбил шайбу. Нет, по ноге. Хотел обрушить я на судей. Но рановато еще. Рано только начало сезона. Привет, Александр Поляков. Ну, Александр все делает для того, чтобы к судейству было как можно меньше претензий. Нет, нет. Крутил, вертел туда-сюда, влево-вправо. И в результате уткнулся во вратаря. 41 секунду еще командам играть в неравных составах. Чернов, Таратухин, Новопашин, Гилрой и Кольцов выходит у Атланта. Яла, Свара, Цветков, Карсумс. И Соловьев у Динамо. Ну, немного времени в распоряжении подмосковной команды. Нужно выиграть шайбу. Нужно еще войти в зону. Сначала выйди из своей, Новопашин. Ну, недопустимые ошибки у Атланта в обороне. Это то, о чем я говорил. Очень плохая страховка. Новопашин, Гилрой и Кольцов. Как так? Вот опять. Цветков. Решил не атаковать, а сохранить шайбу, убить время. Ну, вот в результате у него шайбу отобрали. В полном составе Динамо. Пешеходов, это был 96-й номер. Он достав шайбу в зону. Довольно быстрый игрок. Как разобрался, да? Пестунов сейчас. Он может, кстати. Не очень скоростной. Тактически очень грамотный, толковый игрок. Ни одного лишнего движения. Все продумано у него. Жердев против Коробова. Нет, не удалось обыграть защитника. Неудачная передача. Прямо под конек. Короба был на ваших экранах. 24-й номер. Очень часто судьи составляют меняться игроков Атланты на выбрасывании. Коробов. Убежит? Нет, не убежит. Не успевает Яшин. Шайбин. Успевает защитник. Удаление. Теперь уже у Динамо. Заблокировку или задержку. Не поймешь, то ли задержка, то ли толчок. Не вижу, кто это. Да, ну да. Видите, да? Схватил рукой Корягин за свитер Артема Боронова и завалил его. Воронина. Воронина, простите. Снова первое звено. Очень регулярно, да, выпускает первое звено на реализацию. Ну, одного звена мало. Есть второе, но оно очень редко появляется. Одного, как минимум два звена надо иметь на реализацию численного большинства. И парочку на меньшинство тоже. А как вы думаете, почему Кудашов не хочет пробовать второе? Ну, кто его знает. Может быть, не очень верит в это звено. Может быть... А где как-то сейчас пробовать? Может быть, так получается, что по очереди, по выходу, по сменам не очень подходит вставить другое звено. Вот опять ничего не получается. Вот сейчас только выходит, поменялись игроки у Атланта. А это Светков держит шайбу. Робинсон. Неудачно выбросил и не менее удачно играет... Не более удачно, точнее, играет Кольцов. Геллорой начинает атаку своей команды. Ну, наткнулись, и что? Выход очередной один на один у белых. Тут как-то совсем игра в большинстве у Атланта развалилась. Ничего нет. Ничего нет. 17 секунд до окончания честного преимущества. В зону ни разу не вошли, не расставились. Ну, вот сейчас только. Не получился бросок с неудобной руки. Сейчас выходит уже штрафованный игрок. Дебленко бросок, поставленная клюшка. Воронин. 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 Соловьёк по борту пускает. И у нас здесь только игроки Атланта. Победка. Хорошая передача. Ах! Не получилось. Не получилось подставить клюшку так, чтобы Шайба оказалась в воротах. Это Сопин был. А хорошо разыграли? Разыграли хорошо. Да, вот Сопин. Не попал по шайбе. Покарев. Сопин в прошлом году начинал в Динамо. Или теперь уже позапрошлым. Очень хорошо. Из молодёжной лиги сразу в основной состав. Продулов. Козлов. Козлов. Но куча мала там была. Из-за этой кучи малыша я бы вот выскочила и оказалась в зоне Атланта. Положение в ней игры. И смена составов. 13 минут. 10 секунд. Ещё раз посмотрите момент оборот Атланта. Не получилось забить, а сделано всё было очень хорошо. Атлант так средненько выступил в межсезонье. Он провёл всего 6 матчей. 3 игры выиграл, 3 проиграл. И один раз у него выигрыш в овертайме. Набрано 11 очков. 15 место в турнирной таблице подготовительного периода. Как-то очень успокоилась игра. Так активно начиналась. Где заброшенные шайбы. И постепенно, постепенно всё сошло на упорную борьбу. Хотя у Атланта были возможности поиграть. Как команда играла в большинстве. Но абсолютно... Да, ничего не может. Ну и Динамо-то, начиная со второго периода, тоже не демонстрирует ничего особенного. Жердеф. Тестушка. Тодейкина сбивают с ног. И шайба оказывается у Динамо. Сосжер Дев. Коробов был. Воронин. Через борт. На Левицкого. Левицкий пускает шайбу дальше. На Тюляпкина. А цельной игры нет ни у той, ни у другой команды. Дорофеев и Жердев. Но Жердев не отвечает. Ну, там несколько разных, по-моему, весовых категорий. Дорофеев-то так на пол головы-то выше. Жердев. Покрупнее. Ну, Жердев тоже не подарок. А? Атлетическое телосложение. Крепкий мужичок. Пять на пять. Несмотря на то, что по одному игроку отправились на скамейку оштрафованных. Жердев и Дорофеев. Но команда играет в равных составах. Радулов не удержал шайбу. Ну, выйдет она из зоны. Вышла. Нет, то есть не успел. К ней. Немец по борту пустил. Козлов. И опять не точно. С неудобной руки бросок на мимо. Неплохой был выход. Точнее игра. У них больше передачи следует в клюшку. Поострее они в атаке. И поточнее в передачах. Точнее в передачах. Точнее в передачах острее получается. Очень много, ну как в таких случаях говорят в хоккей, дерганных каких-то движений у Атланта. Особенно при передаче шайбы партнёров. А вот это вот отсутствие эластичности, оно как раз приводит к неточностям. И приводит к спешке. Этим грешат все без исключения нападающие Атланта. Даже выделить никого не могу там. Но из-за исключения может быть Козлова. Ну да, вся игра как-то сводится, ведётся через него. Дилрой. Концов. Дилрой. Ну поехал. Не знаю, зачем он туда поехал. Можно было бросать. Удаление очередное у Динамо. Джерниу сейчас присоединится к Горовякову. Он цеплял Гилройа чуть пораньше у того момента, который вы видели. Там тоже было так весьма много вопросов от ключевых. Там момент, в котором мы видим. Но судья его оставили без внимания. Горовяков зацепил чуть пораньше. Ну как так можно, а? А здесь никого нет, кроме Цветкова. Цветков спокойно выбрасывает шайбу. И здесь сейчас ещё Карсенс будет мешать. Атланту начать атаку. Делает этот не без успеха. Дейкин. Куда ты торопишься? 24 номер. Подсовываешь 37-му. Ну куда? Коробов и Дебленко. Кстати, сейчас впервые вышло другое звено на реализацию большинства. Раньше я не помню, чтобы они играли. В большинстве. Да. Шмелёв. Дебленко. Коробов. Бросок. И ещё один бросок не попадал. Нет, промахивается по шайбе. Сошников. Коробов. И прямо в... Самоотверженно сейчас сыграл Пистунов, да. Должен, кстати, не был как-то особо замечен в таких поступках раньше. Ну, он грамотный очень игрок, поэтому вовремя подкатится, не даст сопернику бросить или располагается так, что соперник не решается бросить. За счёт этого ему и не было необходимости бросаться по шайбе. А здесь обстоятельства сложились так, что это был, пожалуй, единственный выход. В полном составе играет Динамо, за хороший момент создал сам себе Вячеслав Козлов, без заворот пытался... Ну, а там сидят два игрока на скамейке штрафников. Они что, по пять минут, что ли, получили? Или за незисциплинированное поведение по десять? Славьёв. Ялосвара. Горбяков бросок не получил, точнее, не помешали ему бросить как следует. И в голкипера Атланта останавливает игру от Энгрен. Семь пятьдесят две до окончания третьего периода. По-прежнему два-один. Динамовцы выигрывают. Две шайбы – это то, что они забросили во втором, в первом периоде. И одну шайбу отыграл во втором периоде Атлант. Ну, правда, сейчас, Сергей, общая тенденция – это не 60-е, 70-е годы, когда в хоккейных матчах нормальным был счёт там, допустим, 7-3, 6-2. Сейчас такого, в принципе, почти нет. Ох, как он случайно получил. Сбросок к воротам, но нет, нет. Снова не смог нападающий «Динамо» переиграть Энгрена вратарям Атланта. Пишка спокойно действует Коробов. У него на плечах висели два игрока. Он торопился с шайбой расстаться. Ну, отдай шайбу-то Робинсон. Робинсон решил, очевидно, немного поработать над игрой, сделать их повеселее. Проход его был как раз. Защитник прокатился через всю площадку. Светков не смог удержать шайбу. Левинский. Сегодня у нас пятница, а уже в среду «Динамовцы» встречаются в Магнитогорске в первом матче нового сезона. Сыграют против обладателя Кубка Гагарина «Металурга». Повторение финала традиционно. Ну, нет, финал-то был «Магнитка Лев». Но поскольку Лев приказал долго жить вместе с московским «Спартаком». То в матче открытия примут участие «Динамовцы» вместо «Льва». Ох, штанга. Штанга. И удаление будет. За удар коленом. Удаляется кто? Дубленков. 5.34 до окончания третьего периода. За удар соперника коленом. Малин штрафом. Маклан Ярослав Дубленко. Номер 37. Команда «Атланта». Внимание у спортивных журналистов, дорогие друзья. По окончании матча вы приглашаетесь на пресс-конференцию с участием главных тренеров, играющих сегодня в команде. Кольцов. Выбросла шайбу из зоны. Горовиков. Кокарев, Кокарев. 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 Неожидал, по-моему, передачи. Кольцов. Кокарев. 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 Не ошиблись в своей зоне игроки «Атланта». Кокарев. Он может выдать хорошую передачу. Вот он ее и выдает дальнему защитнику. Снова Кокарев. 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 Черезная попытка выбросить шайбу в исполнении Кодейкина ни к чему не привела. насолёв передача на горовякова там не дают бросали 20 секунд еще играть большинстве московскому динамо я ласвара как-то я ласвара был что-то придумал не то как принимают ненужное вас ланта динамо в полном составе это соловьев корсомс немец воронин а сейчас может получиться но скорости нету нападающего атланта удаление очередное удаление это очень много удалений толчок на борт здесь еще больших судья судья ну да это три минуты последних сыграть олег яшин нормальных составах ничего там особенного не было можно было и пропустить это удаление в нхл есть неписанные правила судья в таких сомнительных случаях не будет вмешиваться в ход игры на последних минутах динамо Новак на Робинсона. Выбросили шайбу. Подмосковные хоккеисты. Робинсон начинает атаку своей команды. Пестушка. Пестунов. Не будет удаления. Но скорее здесь надо было удалять, чем там. А вот сейчас нам решили, что все, хватит. Уже 29 остается. Жардев. Легко, красиво работает с шайбой. Хорошая передача. Бабенко. Жардев остался. Поменялись его партнеры. Бабенко и Сопин сейчас на площадке вместе с Жарлио. Робинсон. Ну, молодец. Ну, он не увидел. Все хорошо сделал. Казалось бы, да, уже все. Никто не мешал. И... Передача не надо было делать никому. Соперники от него разъехались. Он не ожидал такого подарка. Хорошая передача. Вовремя сделанная. Максим Соколов. Соловьев. Соловьев спастит. Атлант неплохо обороняется, играя в меньшинстве. Если не сказать больше. Хорошо обороняется. Дорогие друзья, так случилось, что сегодня в составе команды Атлант аж два именинника. День рождения отмечают вратарь Дмитрий Шикин и нападающий Сергей Шмелев. Сердечно поздравляем Сергея и Дмитрия. Желаем им здоровья, счастья и здоровья. Минута 15 секунд до окончания третьего периода. Все-таки у Атланта есть еще минута с небольшим для того, чтобы попытаться отыграться и перевести игру в овертайм. Но так по третьему периоду не похоже на то, что они были близки к тому, чтобы забросить. Горовяков. Полный состав. Играет Атлант. Будет менять вратаря. Вратарь, по-моему, как раз показывается. Скамейки, что он готов смениться. По-моему, Кудашов не решает все это сделать. Горовяков. Копырева. Копырев возвращает шайбу Горовякову, но не очень удачно это делает Энквист. Копырева. Еврой. Козлов. Тоже поторопился и поорганизовал выход. В очередной раз, да. Очередная ошибка. Три выхода один на один. Это многовато для такой команды, как Атлант. Все, закончилась игра. Динамовцы одержали победу. На этот раз обошлось без овертайма. Динамцы после первого игрового дня чисто выходят на первое место. Имеет три очка на втором ЧСК, на третьем Витязь и замыкает турнирную таблицу Атлант, который проиграл в основное время свой первый матч. Ну и впечатления от игры сегодняшней команды поделись с бойцами. Я думаю, что содержательная была вторая игра, чем первая. В первой было очень много сумбура. По каким причинам, это долго объяснять. Вторая была более содержательная, несмотря на то, что у Атланта произошли такие серьезные изменения в составе, как и у ЦСК. Ну, Динамо там поменяло пять человек, это не столь существенно. Но что не хватает Атланту, это нацеленности на ворота и где-то более продуктивные игры в зоне соперника. Они туда приходят, но чтобы разыграть что-то интересное, этого у них пока еще нет. Ну, еще раз скажу, что практически новая команда. Ее надо строить и надо выстраивать игру. Что касается Динамо, то прослеживается то, что было на протяжении последних лет. Довольно внушительная оборона с максимумом атакующих действий. Правда, они не всегда заканчиваются удачно. В общем, у Динамо мало и в прошлые годы проглядывалась матча, где у них была хорошая результативность. Сегодня точно такая же игра. Часто приходим в зону соперника, а вот там проблема, которая заключается прежде всего в том, что нужны нападающие индивидуальные сильные, которые обыгрывали бы своих опекунов, выходили на ударную позицию. С этим проблема. Ну и даем слово нашему корреспонденту, который работает около льда, Данилу Косинец. Он готов взять интервью с кем-то из игроков. Капитан Динамо Юрий Бабенко с победой еще раз поздравляем. Показалось, что проведя первые 10 минут убойные такие, Динамо чуть-чуть отпустило соперника. Действительно так, по вашим ощущениям? Да я бы не сказал, что, наверное, отпустило. Все-таки сыграли роль удаления. Новые правила, наверное, совсем еще адаптировались. Судьи старались сегодня, наверное, строго придерживаться буквы закона. Посмотрим, проанализируем, сделаем выводы. А так, если бы не большое количество игры в меньшинстве, я думаю, что мы не сдали обороты. Кроме игры в меньшинстве, было достаточно игры в большинстве. Как оценить игру команды в эти отрезки? Ну, забили единственный гол, хотя было больше моментов. Надо работать. Это огромный компонент, который регулярке может помочь и поможет. И последний вопрос. Интересно, в чем различие подготовки Харриса Витлинша от Олега Знарка? Расскажите, пожалуйста. Да практически ни в чем. То же самое все было. Спасибо большое, Спобедович. Спасибо. Спасибо Данилу. Спасибо Юрию Бабенко. Еще раз давайте посмотрим все заброшенные шайбы сегодняшнего матча. Напомню, что завтра на этом турнире на Кубке Мэра Москвы перерыв. Команды не играют. Будут матчи уже проходить в рамках такого больше ветеранского плана. А в субботу-воскресенье в турнир продолжится. Матчи, все матчи вы сможете увидеть на каналах НТВ+. Так что не пропустите. Кажется, мы забрасываем вторую шайбу. Розыгрыш в исполнении «Атланта». Самый опасный в первом периоде. Единственное, что получилось у этой команды организовать. Шайба попала в ворота в сетку только с другой стороны. Немец забрасывает ответную шайбу во втором периоде при розыгрыше большинства. Хороший у него получился бросок. Ну и вратарь к тому же Еременко был закрыт. И, в общем-то, не видел полета шайбы. Ну что, на этом мы попрощаемся. Матчи сегодня для вас комментировали Борис Майоров и Сергей Крабу. И мы посмотрим в следующий матч уже увидим в субботу и воскресенье. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok